Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии облачно, осадки местами сильные. Ночью и утром в отдельных районах туман, гололед, налипание мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0-5. В горах местами до минус 10. На дорогах гололедица. В Черкесии ночью небольшой мокрый снег, днем снег, ночью и утром туман. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем минус 2-4. На дорогах гололедица. Сегодня день российской печати. Журналистов, сотрудников печатных изданий Карачаева-Черкесии поздравляют глава республики Рашид Темрезов. Сегодня, несмотря на практически безграничный доступ населения к информации, журналистика не утратила свои силы в обществе. Как и прежде, печатное слово пользуется доверием людей. Со страниц газет, журналов, которые выходят в регионе на пяти языках, читатели из разных уголков республики узнают, чем живет Карачаева-Черкесия. О традициях и культуре народов республики. Благодарю вас за объективный взгляд на события, ответственный подход к делу, за вклад в благополучие нашей прекрасной Карачаевой-Черкесии. 14 лет назад при исполнении служебного долга трагически погиб старший сержант милиции Рашид Кушхов. Память сослуживца почтили сотрудники отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии России по Карачаевой-Черкесии. Фатима Даурова продолжит. Во внутреннем дворе отдела вневедомственной охраны города Черкеска есть специальный уголок. Вернее, на самом видном месте стоит мемориал – гранитная стена, на которой высечены лица героев – сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Среди них находится и Рашид Кушхов. В памяти сослуживцев он остался надежным другом, на которого можно было положиться как и на служебных заданиях, так и в жизни. Был отзывчив, готов был в любое время подставить свое плечо, всегда был железнодорадостный, надежным был товарищ. Он был такой человек, который впереди всегда шел, в любое время мог прийти на помощь. В ноябре 2007 года в Черкесске участились случаи угонов старого легкового автотранспорта, который использовался в преступных целях. В связи с этим была разработана оперативно-профилактическая операция «Ночь», состоящая из трех рейдовых групп. В составе одной из них несли службу старший сержант милиции Рашид Кушхов и его напарник – сержант Алексей Сверидов. Три часа утра. Патрулируя улицы столицы во дворе одного из многоквартирных домов, опытный глаз стража порядка заметил странное поведение одного молодого человека с большой спортивной сумкой в руках. На призыв остановиться он только прибавил шаг, а затем и вовсе побежал. Кушхов со своим напарником смогли его догнать, но при задержании преступник оказал вооруженное сопротивление. Он использовал гранату, которую своим телом прикрыл старший сержант Кушхов. Милиционер погиб на месте. Рашид Аназировича я лично не знал, но, будучи стажером нашего подразделения, нам рассказывали о героических поступках, подвигах, которые совершили наши сотрудники. Подвигу место быть. Это действительно очень отважный был сотрудник, который выполнял свои служебные обязанности, не отлынивал всяческой от работы. Он настоящий герой. Нам часто рассказывают о нем, какие хорошие качества он обладал. И мы стараемся всем подразделениям быть похожим на него, чтобы не опозорить его честь и достоинство. Поэтому он наш герой, мы стремимся. И каждый день, выходя на службу, мы стараемся отрабатывать все то, что положено нам. В конце февраля 2009 года на стене того самого дома была установлена памятная доска в знак увековечения памяти героя. Милиционера вне ведомственной охраны, старшего сержанта милиции Рашида Кушхова. Человек, который ценой своей жизни обезвредил преступника. До своего 35-летия он не дожил всего месяц. У Рашида осталась семья. Супруга Людмила и сын Арсен. Сейчас он выпускник Санкт-Петербургской военной морской академии имени адмирала Кузнецова. Сын с достоинством продолжает путь отца, который указом президента Российской Федерации от 29 апреля 2009 года был награжден орденом мужества посмертно. Фатима Даурова, Расул Бердия, Вести, Карачаева, Черкесия. Совсем недавно в Черкесске открылся Дом молодежи. Какой сейчас у него статус? Какая финансовая структура получилась? Кто может прийти в этот Дом молодежи? Все ли задуманное получилось? На эти и другие вопросы мои соведущие. Белли Джазаева ответит руководитель Дома молодежи Наурус Байрамкулов. Доброе утро всем. Доброе утро, Наурус. Здравствуйте. С тех пор, как мы с тобой виделись, многое изменилось. То есть завершился твой проект, ваш проект Дом молодежи. Это большое событие как лично для тебя, для вас, для твоего окружения, так и для нашей республики, я считаю. Скажи, пожалуйста, какой статус сейчас у Дома молодежи? Проект Дом молодежи на сегодняшний день подошел к концу. Мы его реализовали. То есть в рамках него было несколько этапов его реализации, которые мы прошли. Первый этап – привлечение финансирования. Второй этап был непосредственно строительной работы, обустройство помещения. Самый сложный этап. Его тоже смогли пройти. Третий этап – мы провели 12 образовательных мероприятий по 4 часа, где мы рассказывали о проектном финансировании, о создании социальных проектов, о бизнес-проектах. И приводили примеры ребят, например, молодых предпринимателей до 30 лет, которые смогли что-то интересное в республике создать, реализовать, чтобы это смотивировало, чтобы люди задавали более предметные вопросы, с чем в жизни приходится сталкиваться, какие есть проблемы. В таком формате смогли провести и завершили такой образовательный курс также. Я хочу знать, кто приходит, как приходит, какова посещаемость, что происходит, какова эффективность Дома молодежи сейчас, вот на данный момент. На данный момент мы запустились буквально в ноябре, получается, открыли свои двери для всех желающих и совместно с Министерством по делам молодежи Карачевской Республики начали свою деятельность. Министерство по делам молодежи, они часть наших мощностей, мы передаем министерству, так как министерство оказывает поддержку молодым предпринимателям, молодым лидерам социальных проектов, которым нужна площадка базирования. И они их привлекают туда, к нам направляют. То есть люди направляют заявку туда, бросят им оказать содействие, что вот у нас есть проект, мы хотим там образовательные мероприятия провести, или нам нужен компьютер, чтобы там что-то сделать, поработать. Они переводят заявку на нас, мы их принимаем, подключаем. Кроме этого, проводим интеллектуальные деловые игры там, проводим кинопросмотры, проводим просмотры документальных фильмов, презентации новых интересных проектов. И еще был интересный такой момент, что вот, и хотим этот формат наращивать, подключение экспертов, вот есть разные эксперты, которые находятся в других точках нашей страны, кого можно дистанционно подключить и с ними поработать, позадавать вопросы, пообщаться. Вот в таком формате пообщались с руководителем закрытого клуба предпринимателей Липецкой области. Это вот самый, наверное, успешный проект по созданию закрытого элитного клуба предпринимателей в нашей стране. Они вот прям чуть ли не каждый месяц с губернатором своего региона видятся, все, и там довольно интересно, успешные люди собираются, и вот у них очень много чего можно перенять. Да, конечно. Наурус, честно говоря, вот даже год назад, когда ты рассказывал про этот проект, я слабо в это верила, а сегодня он уже работает. Это фантастика просто. Скажи, пожалуйста, какая структура финансирования получилась? Действительно, мы и сами в него тяжело верили, потому что он делался на энтузиазме. Да, да, именно так. И это целый социальный объект, его запустить без прямой финансирования государства, когда государство самоустроит объекты. Это был такой определенный вызов. И структура финансирования у нас составила следующее. Мы вообще сделали проект, расписали его в самом лучшем варианте его реализации, решили вот прям все идеи написать, привести их в формат такой красивой, качественной концепции, и определили, что нам на проект нужно где-то 2,5 миллиона рублей точно, чтобы его реализовать, учитывая, что у меня собственное помещение, которое я передаю на реализацию проекта, безвозмездной основе туда. То есть, если еще было помещение, то, конечно, стоимо еще большего расслабо. Но вот непосредственно на обустройство и на ремонтные работы нужен был такой бюджет. Как известно, грантовые структуры различные, которые и государственные, и не государственные, они не выделяют грантовое финансирование на строительные работы. То есть, только на приобретение чего-то, на аренду чего-то может быть. И мы разбили проект по сегментам. То есть, что, где можно привлечь. И вот обратились в разные структуры, нас поддержал в первую очередь фонд президентских грантов. Фонд президентских грантов мы получили около миллиона рублей именно на обустройство. То есть, приобретение компьютеров, мебели, техники, санитарный узел обставляли, другие комнаты, гардеробную формировать. Это все нам дал, нас поддержал сильно фонд президентских грантов. И уже имея под спорьем фонд президентских грантов, который выделил нам финансирование, мы смогли пытаться привлекать иное финансирование. И вот здесь... А что было самое трудное? Вот скажи, пожалуйста. Самое трудное было найти вот эту вторую часть финансирования. Почему? Потому что... И даже еще глубже можно посмотреть, самое трудное было самому по-настоящему в этот проект поверить. Почему? Потому что сегодня у нас в республике понятно, что много есть людей, кто оказывает поддержку молодежи, оказывает поддержку социально незащитным группам населения, меценаты, бизнес. Но в понимании бизнесмена или какого-то обеспеченного человека из республики, нуждающийся человек, это человек там, ну, больной ребенок, грубо говоря, многодетная мать. И вот этот момент сместить немножко фокус на то, что есть молодежные центры, которые тоже надо поддержать, и это даст в будущем перспективу, синергетический эффект. Это был вызов для нас. И вот, чтобы это сделать, я в первую очередь должен был сам в это настолько поверить. И вот для меня был сложный момент, что вот были свои накопления какие-то определенные, и вот из них я взял 400 тысяч рублей свои вложил в этот проект тогда. И это же тоже такой момент, что я могу там, не знаю, там... Прогореть! Да, могу пойти купить себе на эти деньги машину, могу там отдать эти деньги родителям, да. И вот много-много-много, на что мы хотели бы направлять свои средства. А здесь мне нужно было психологически, внутренне... Настроиться! И убедить себя в том, что вот в перспективе там одного-двух-трех лет синергетический эффект, который он даст для молодежи и для меня лично, за счет того, что я узнаю новых людей, откроются новые возможности, да, что он будет несоизмеримо больше, чем то, что я в него отдаю. И вот этот момент, когда я в него сам уверовал искренне, да, я смог пойти и начать убеждать. Конечно, мы обратились к очень многим, там, где-то, наверное, 40-45 структур. Большинство нам отказали, но так это нормально, я думаю, что мы просеялись, просеялись, через горлышко проходят именно те, кто вот захотел нас поддержать, и мы смогли собрать в общей сумме без государственного финансирования и собственными деньгами где-то миллион двести тысяч. Мы смогли привлечь, вложить туда, сами физически там работали, все приходили, многие ребята, которые вот сегодня являются резидентами Дома молодежи, они узнавали о том, что мы его реализуем, мы пытались вести информационную кампанию. Они приходили, вот один парень, который лежит в резиденте, он пришел, сказал, вот я не знаю, чем мне помочь, вот у меня есть 20 тысяч рублей, вот возьмите, наверное, вам пригодится, да. То есть вот так, другие приходили и физически работали. Мои, там, не знаю, дяди приходили, мне помогали. И вот мы все вместе, даже пытаясь максимально повысить эффективность этого проекта, работали, не покладая рук, чтобы он реализовался. Я просто горжусь вами, вы большие молодцы, потому что надо было где-то молодежи собираться, это очень-очень, ну, очень важно. Я представляю, сколько у тебя планов? Планов действительно много. Да, планов действительно много. Мне хочется видеть Дома молодежи, местное, которое притянет всех, несмотря на всех талантливых, всех амбициозных, всех, кто жаждет чего-то большего, чтобы эти люди, узнавая друг друга, строили между собой отношения, чтобы эти люди создавали совместные проекты, чтобы эти люди совместно меняли что-то лучшему в этом регионе, чтобы они знали, что вот есть ребята, кто находятся в этом, условно говоря, региональном, профессиональном сообществе. Вот они здесь находятся, они знают, что это ребята, чтобы как бренд было. Вот если он резидент, если он постоянно там в Доме молодежных ходит, значит человек уже апробированный. То есть там уже его много людей видело, его негативные черты проявились, если бы он был плохим человеком, он бы уже давно не был внутри этого сообщества людей, кто там собирается. Чтобы все те, кто там находились, научились друг другу доверять, строили между собой честные и порядочные правоотношения какие-то, выстраивали финансовое взаимодействие. Хочется, чтобы там те рабочие места, которые мы там создали, чтобы там на каждом месте сидел руководитель проекта, который будет курировать какой-то интересный предпринимательский или социальный проект. Я думаю, что все будет. У нас уже есть, например, некоторые резиденты, кто занимается проектами. Сейчас реализуется в черте города, в промзоне проект по строительству, производству, по переработке молока и переработке товарной рыбы. Это молодой предприниматель, ему 26 лет. Он получил грант Министерства сельского хозяйства Карачао-Черкесской республики на хорошую сумму. Сам привлек стороннее финансирование. Два года шел к этому. И вот он у нас теперь наш резидент, который занимается этим проектом. Он у нас получает там и бухгалтерское сопровождение, и юридическую поддержку. Находит для себя будущих сотрудников, кто хочет с ним поработать. Только предприниматели могут к вам приходить? Наоборот, предприниматель здесь даже вторичная получается. Потому что в первую очередь... Вот смотри, девочка хорошо поет, пишет стихи. Она приходит к вам. Дальше что происходит? Она может, исходя из ее потребностей в первую очередь, она обращается в наш проект на офис и говорит о том, что ей нужно непосредственно. Может быть, ей нужно рабочее место, где она сможет подаваться на какие-то конкурсы, там сидеть, работать на этом месте. Она получает его. Если ей нужна аудитория, которую она хочет собирать, и перед которым она хочет выступать, она может взять наш досуговый центр на 126 квадратных метров, большое помещение в стиле лофт оформленное, интересное, красиво проводить там креативные вечера, собирать такие уже любители поэзии, соформировать творческое сообщество там на месте. Если она хочет показать какую-то презентацию о своем успении на каком-то конкурсе или подготовиться к этому конкурсу, она может воспользоваться нашим проекционным оборудованием, аудиотехникой там на месте и подготовиться к этому. Ваши двери всегда открыты? Для тех, кто настроен работать, для тех, кто действительно хочет чего-то большего, конечно. Где вы находитесь? Мы находимся в городе Черкесский, улица Ставропольска, дом 56А, второй этаж. Мне остается пожелать успеха вашему проекту. Я точно верю в вас, и я знаю, что у вас все получится. Исполнение всех ваших желаний. Вам тоже всего наилучшего и всем нашим слушателям. Спасибо. В Карачаевске прошло награждение победителей конкурса, посвященной депортации карачаевского народа. Творческое состязание было организовано отделением региональной общественной организации «Карачаевланхалк» управления образования в Карачаевском районе и Карачаевского городского округа. Почетными грамотами и подарками были отмечены учителя родных языков и школьники. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Данный конкурс позволил школьникам и учителям родного языка продемонстрировать не только знания литературы, но и представить свои творческие работы по изобразительному искусству. Организаторы отмечают, что именно благодаря таким конкурсам молодое поколение будет помнить трагические страницы из истории своего народа. И наша задача – воспитать детях любовь к родному языку и чтобы никто и никогда не испытал боль депортации. Когда высылали, гружали товарняки, вагоны такие, бесстрашие, отвагу показывали, наши карачаевцы на фронтах Великой Отечественной войны. Так что вот об этом мы должны все время говорить. Но эта тема никогда не устареет. Как бы мы много будем говорить, мы должны много говорить об этом и сказать правду, ведь образованный человек должен знать историю своего народа. В свою очередь методист Управления образования администрации Карачаевского района Мадина Гирюгова подчеркнула, что эти конкурсы приобщают школьников и родителей к развитию родного языка и культуры народа. Так как трагедия депортации коснулась каждой семьи, и поэтому мы должны передать нашим детям память о тех ужасных событиях, отметила она. Каждый раз, когда вот эти идут, значит, дни депортации, каждый раз мы сталкиваемся с горечью, с болью. Поэтому, насколько мы будем передавать нашим детям, вот той и останется в следующем поколении. Поэтому очень отрадно, что у нас в районе уделяется очень большое внимание именно этому направлению, изучению родного языка и проведению мероприятий, посвященных депортации карачаевского народа. После состоялось награждение почетными грамотами и подарками. Ученик седьмого класса среднеобщевразовательной школы аула Кумыш Карим Батчаев стал одним из победителей конкурса. В своей творческой работе он сумел передать трагические эпизоды депортации карачаевского народа. Было дано конкурсное задание на тему депортации карачаевского народа. Мы с моей учительницей Мариной Дахировной выбрали стих переселения. Затем была выполнена работа по изобразительному искусству. День печали. Всю печаль нашего народа я перенес по рассказам моей бабушки Урусовой Зои. Также благодарственным письмам были отмечены учителя родных языков за вклад в воспитание и обучение родному слову. Сегодня многие жители России будут отмечать Старый Новый год. По традиции этой ночью нужно собираться всей семьей и загадать желание. А для большинства людей это прекрасный повод отметить любимый праздник во второй раз. Семейный праздник, конечно, отмечаем. Вся семья собирается в этот день, если даже кто-то далеко пытается в этот день приехать домой. Наши мамы варят кутюм по традициям на Старый Новый год. Также ходим в гости. Ну, в Старый, также в кругу семьи. Мы обычно к родственникам ходим или к нам приходят родственники? Ну, да. По гостям ходим, да. Собираемся за столом. И говорим друг другу пожелания. Вкусно. Испоминаем Старый год. Ну, в общем, круто проходит. Старый Новый год. Мы варим кутюм, да. У нас есть такая традиция в семье. Собираемся с семьей, там, ходим к знакомым. Это семейная традиция тоже. Мы стараемся всегда быть дома, с семьей, с детьми, с внуками, с правнуками. Это наш великий, величайший праздник. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей». Хорошего продолжения дня. До встречи.